Сань, как стать успешным гонболистом? Я не знаю. Медный вид, чуть немного выпил, так тошнит. Словом, мы все больны гонболом, мы все больны гонболом, и за гонбол умрем. Че, фотограф? В общем, это Олег. Это мой директор, пиар. По всем вопросам к нему, ссылочка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, это Денчик, мой друг, близкий. Девочки, свободный, свободный. Короче, мы приехали посмотреть на творение Сергея Галицкого. В общем, тут перекрыто все, но смотрите, какой красивый стадион. Сергей Николаевич вроде бы. Сейчас там пройдем, глянем дальше, можно будет пройти. Построил. Респект вам. Здесь скоро, какого, 9-го числа, да, будет сборка? Да, 9-го октября. Так. Сборная России, сборная Коста-Рики, ёпта. Я, если честно, жду, что если на вас не приедет, я не приеду на матч. А он же травмирован сейчас, там же Кика Касилия стоит. Пока да, но он вроде восстановится за месяц, я надеюсь, наверное. Печальный матч, печальный. Хотя нет, у него в красавчик. А я вот Ксении говорил, что локомотив проиграет со счетом 1-0, она это прекрасно, по-моему, понимает. Да? Залежал? Не, я не успел. А я квартиру поднял. А, нет, стой, я же ромок оставил. Наоборот, слил квартиру. Буду жить в электричке. МЦК кататься, да? Отличная штука. Вот, кстати, не знаю. Но очень удобная, прям, мне понравилась. Ну, локомотив сегодня на ней приехал. Она и приехала вместе. Да. У Самедова уже была тройка с собой. Совершенно случайно у Самедова оказалась тройка. Божественно. Виталий, а скажи, кто все эти люди? Это локомотивы. Да? Они сегодня про графики? Красные, зеленые. Я думаю, они выиграют вас. Выиграют. Без вариантов. Ставлю на 6-0. Александр Самедов-Хитрик. Угорек, ну расскажи, ты второе место брал на чемпионате Европы? Брал. Сейчас вот ты главный воспитанник уфимского футбола, легенда, так сказать, уже легенда. Ну расскажи, как тебе вот при Игоре, как его стола с тренера забыл? Виктор Гочаренко. Виктор Гочаренко. Я уже путаюсь. Ну как тебе? Дает шансов все, радует тебя? Да, конечно. Тебе приятно играть в связке с нападающими вот с этими вот с ребятами, либо со Славой Кротовым? Да, мне совсем приятно. У нас хорошая команда и все хорошие классы игроки. Кого бы хотел быть с того чемпионского состава, не чемпионского, вице-чемпионского состава взять себя сюда, в Уфу? Да я даже не знаю, мне наша команда устраивает. Устраивает? Конечно. Ну а сейчас, ну кого-то? Митрюха позабрал бы си? Ну, посмотрите, что у нас в артале делают. В торпеда знаешь, кем он? В третьем артале он, в третьем артале он, в втором он. Посмотрите у нас. Ну ладно. Так что, Митрюха поконкурирует. Ну да, давай красавчик. В Москве не так часто выбираюсь на природу куда-то либо погулять. Здесь вот сразу такая возможность. Парки, водоем. Ну как, не парки, а один огромный парк. В общем, очень красиво. Если кто захочет, то может быть приехать в Майкоп и вам здесь, я думаю, понравится. Да, мама. Минута седьмая, наверное. Владимир Рыков, кубковый игрок. Помнишь, торпеду он твоему забивал два? Дубль причем, да? И когда матч перерывали, да? Да, и вот сейчас фанатская трибуна пришла. И я не могу кричать. Рыков, Рыков. Народу, кстати, довольно-таки нормально пришло. Честно говоря, лучше. Я думаю, будет больше, чем вечером на Локомотив. Родимир Рыков! Твой прогноз? Сегодня или на что? Сегодня. В смысле, на Ростов в Динамо? Я думаю, выиграем 3-1. Игорь Асаев, там помочил подровки, смотри. Все, ну что расскажем, ребята, где мы сейчас находимся? В жопе. Мы находимся в Химках, здесь очень холодно. Мы приехали с матча Динамо. Динамо, Ростов, ФНЛ против РФПЛ. Тьфу, ФНЛ против... Да, ну и РФПЛ, ну и ЛЧ типа. Ростов выставил состав из дубля. В итоге получил четверочку, спокойненько. Холодно. Еще, блин, монопод сползает из того, что ослабился. Тут много с Химками, ничего интересного. Такие вот дела. В парке находится стадион Дружба Майкоп, который играет во втором дивизионе зоны юг. Вот тут уже висит афиша какая-то. Пойдемте посмотрим. А, это Спартак, Владикавказ. Это был матч 9 сентября. По-моему, счет 2-2, если мне память не изменяет. Кстати, на постере Владимир Дидюный, 37-й от Сергея Брызгала, видимо. Билеты, кстати, ничего, нормальные. Цена 70 рублей. Стадион вот такой вот красивый. И он, видимо, реконструируется там. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Поставь привез какой-то Дубы. Дубы, да? Это, может быть, у них тренер сегодня будет... Как его зовут? Как его зовут? Нет. Как его? Кампан? Камула. Камула? Короче. Ты видишь на какие-то локомотивы? Какие планы, братан? Накатим перед матчем? Да, сейчас не пью. Он сегодня перейдет. Перейдет? Да. Он домой поедет. А это известный грозенский журналист, у которого есть галочка в Твиттере, между прочим. Я не понимаю, как он ее получил. Нормально. Да? Кому-то помахал. Кому-то помахал тебе. Не-не. Я... Потом. Хорошо. Что с... С кем ты разговаривал? Слышно. Ребята. Привет, привет. Нормально все. По-моему, там никого нет. Ребята, вы узнаете? А вы узнаете? Все. Вы узнаете? Нет, песня нормально. Все два месяца. А это самый талантливый фотограф страны. Дарья Исаева. Дарья, вы рады сегодня находиться здесь? Да, учитывая, что дождь пошел, прям пока даже не стало. Коп으. Коп으.